Дорогие друзья, я рад приветствовать вас сегодня в студии ТБН города Сиаттл. С каждым днём жизнь становится не легче. СМИ переполнены всякого рода ужастиками, экономическими, политическими, криминальными новостями. Как-то 15 апреля иду я со своим приятелем по замечательному городу Бостону. В городе большой праздник, проходит мировое состязание по марафону. Всё вокруг было наполнено радостью, даже погода и та подыгрывала весёлые мелодии. Но в три часа дня произошло невероятное. Произошёл взрыв, не где-то там, на поле боя в Афганистане, нет. Взрывчатка взорвалась среди мирных жителей, как мы были все этому свидетели по новостям. Внезапно рушится мир и покой, и не только там, в Бостоне. Но как раковое заболевание страх расползается по всему миру. Поэтому совсем неудивительно, что, согласно последним статистическим данным, 70% американцев принимают антидепрессанты. Медики, кстати, прогнозируют, что к 2020 году смертность от суицида выйдет на второе место в мире сразу после инфарктов и инсультов. Депрессия – это ангел-гупитель 21 века. В народе всё меньше чувства стабильности, безопасности. Напротив, усиливается ощущение конца мира. Позже, когда я осознал, что я стоял на том же самом месте 10 минут до взрыва, невольно соглашаюсь с автором Писания, что для того, чтобы устоять в этом нестабильном мире, нужно облечься в полные доспехи Божьи, как говорит Писание, щит веры, которым можно угасить все, слышите, все раскаленные стрелы лукавого, шлем спасения и меч духовный, который есть Слово Божье, чтобы противостоять в день злый. Черный день. Церковь Иисуса Христа переживала не один черный день на своем веку, и каждый раз она выходила победителем. Давайте задумаемся, какая обычная реакция при стрессе? Это тревога, раздражение и страх. К чему они приводят человека? Они, безусловно, ведут к тому, что человек лишается внутреннего кислорода, способности продуктивно мыслить и доводить свою мысль до конца. Страх просто блокирует его разум. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, помните, друзья, быть стрессу или не быть, решает сам человек. Именно его мировоззрение на себя и окружающий мир, свойство характера, наличие и степень эгоизма, либо приводит человека к стрессу, либо стресс минует его. Ведущее место в создании стрессовой ситуации занимает такое свойство личности, как тревога. Тревога – это чувство опасения, возможной угрозы, вызванное ожиданием трагического исхода. Часто то негативное, что человек ожидал, не приходит в его жизнь, но у него из-за этого напрасного, тревожного опасения происходит нарушение функций его организма. Чувство тревоги всегда сопровождается чувством страха, которое приводит к стрессу и является началом практически любого заболевания. Врачи говорят, что язва желудка возникает не от того, что вы едите, а от того, что съедает вас. Поэтому держись в жизни простого правила. При случившемся несчастью, трудностях не раздувай проблемы, но возьми во всеоружие щит веры, которым сможешь сразить, отразить все сомнения в твоей жизни. Да поможет вам Господь, дорогие друзья, делать правильное решение. Благословений. Спасибо.